Всем привет дорогие друзья! Сегодня в преддверии нового года хочу с вами поделиться рецептиком салата, который я готовила в прошлом году на новый год. Этот рецепт лежал у меня целый год и ждал подходящего случая. В общем рецепт очень простой. Для начала я взяла грибы, у меня это шампиньоны, около 300 грамм и нарезала мелко луковицу. Все это вместе поджарила, посолив, поперчив, в общем там по вкусу. Также нам понадобится поджарить в духовке или на сковородке около 70 грамм ореха. Еще я буду использовать в этот рецепт кальмары. Кальмары вот такие там разморозила, они не вареные. Их кинула на минутку, на две приварить и достаю с них внутренности и очищаю от вот этих всяких ненужных штучек сверху. Лучше это очистить конечно под холодной водой, она сразу все это уплывает и очень быстро все это происходит. Теперь нам кальмары нужно будет нарезать соломкой. Этот салат можно будет сложить в двух вариациях. Я буду в данном случае складывать его слоями, можно также делать его перемешку. Там чуть-чуть рецепт поменяется, я вам дальше расскажу в чем изменяется. Кальмар режем тоненькими вот такими вот полосочками. Благодаря тому, что кальмар у нас варился всего 1-2 минуты, он не стал у нас резиновый. Если вы его будете варить до 5 минут, то тогда он у вас станет как кусок резины, абсолютно безвкусный. Режем его тоненькими полосочками. Если вам мешают вот эти вот штучки кругленькие, их можно отдельно отцепить. Все остальные продукты у нас будут вареные. Если вы складываете салат слоями, нам также понадобится небольшая картофелина. Я буду салат раскладывать на две небольшие такие порционные тарелочки, чтобы гостям недалеко было тянуться и их стояло 2 на столе. И поэтому одну большую крупную картофелину я натерла на крупной терке и распределяю по дну. Ее не должно быть много, совсем чуть-чуть. Теперь нужно будет смазать либо майонезом, либо вы можете смешать греческий йогурт, немножечко добавить туда горчички и добавить перетертых пару желтков. Тогда у вас получится более натуральный майонез. Также посолите его по вкусу, хотите чуть-чуть лимончика добавьте, там уже по вкусу. Конечно, вы можете и сметаной точно так же, и с горчичкой. На картошку у меня пошел кальмар. Его лучше действительно каким-то горчичным соусом, чтобы он более такой вкусный и интересный был. Можно туда же добавить чесночок. В грибы я добавила половину орехов, которые я не измельчала в блендере, а просто поломала ручками. Так интереснее по вкусу. Наверх на грибы у меня пошли яйца, которые я тоже порезала соломкой. И наверх на яйца пойдет у меня сыр. Можно оставить все просто так, а можно сыр тоже смазать соусом и сверху посыпать измельченными орехами. Те орехи можно как и поломать ручками, так и использовать блендер и посыпать такой мелкой крошкой. Если вы будете делать салат в перемешку, добавьте еще маленький зубчик чеснока. Я сюда не добавляла. И вот такой вот очень простой, очень легкий и при этом мега быстрый салат у нас получается. И всем гостям он нравится. Такой простой вариант будет как нельзя кстати. С наступающим вас Новым годом! С вами как всегда был Кекс. До новых встреч в следующем году. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok